Новый учебник по истории Осетии необходим. Президент поручил подготовить и направить предложение в Северную Осетию. Оказание помощи и поддержки. Партия «Единая Осетия» и Фонд раненых подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии. Тематические уроки, интересные конкурсы. 12-я школа отметила Всемирный день авиации и космонавтики. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава компании БТК-групп Таймур Асбулоев обсудили работу швейной фабрики БТК-4 в Цхинвале, сообщила пресс-служба главы государства. Анатолий Бибилов отметил социальную значимость швейной фабрики, являющейся крупнейшим предприятием в Южной Осетии. Таймур Асбулоев со своей стороны подчеркнул, что фабрика БТК-4 работает в штатном режиме. По его словам, на сегодняшний день основными задачами для фабрики являются оптимизация расходов и увеличение производительности труда. Анатолий Бибилов отмечает продуктивность встречи и намерение развивать взаимовыгодное сотрудничество с компанией БТК-групп. Напомним, что Цхинвальская фабрика БТК-4 входит в состав крупнейшего холдинга легкой промышленности России БТК-групп. Открытие фабрики состоялось в сентябре 2013 года. За прошедшие годы на предприятии трудоустроены более 500 жителей Южной Осетии. Издание книги «История Осетии» затянулось на несколько лет. Сегодня ученые-историки доложили президенту Анатолию Бибилову о процессе работы. Глава государства поручил председателю комиссии по изданию нового учебника подготовить и направить предложение севрастинской стороне. Роза Тедейва с подробностями. Нам необходима новая книга «История Осетии». Об этом президент республики заявил во время встречи с учеными-историками, которые работают над ее написанием. Работа над новыми изданиями идет довольно долгое время. Она затянулась на несколько лет. Предполагалось, что заниматься по новой истории дети начнут с нового учебного года, с сентября 2017. Однако книгу не издали. То, что нам нужна книга «История Осетии», это абсолютно все. Президенту доложили, на какой стадии находится работа. Учебник включает в себя период с каменного века по 2008 год. Текст новой истории Южной Осетии готов. Он был разделен на четыре этапа. И каждый ученый написал свою главу. Однако было решено внести коррективы. В следующий момент, который связан с программой, текстовка, потом идут вопросы к текстовке. Куда он дальше расставил? Мы говорим, что мы говорим, что мы уже набрали в типографию его почвы, идеально. И она ждет от нас с исправлением ее дополнительно еще ко всему тому, что мы исправили. Все, ко всем тематическим этим поставлению вопросов есть костамативный материал тоже. Обсуждая вопрос, президент обратил внимание присутствующих на то, что в Северной Осетии обучение проходят по книге под авторством Бзарова-Блиева, которая включает в себя историю осетин до конца 19 века. Президент предложил обсудить вопрос с северо-остинскими коллегами. Необходимо издать книгу, которая бы рассказывала об истории Осетии и дополнить ее историей двух частей Осетии после разделения народа, подчеркнул Анатолий Бибилов. Если они с Блиевым сделали историю Осетии, а мы отдельно делаем историю Южной Осетии, это как-то не увязывается, никак не увязывается. Я думаю, что если мы один народ, то история наша одна. Понятно, что в какой-то момент нас разделили. Дети должны, изучая историю, не разделять сами учебники, а разделять внутри этого учебника развитие вот этих двух Осетий. Внутри этого учебника. Если мы выпустим отдельную историю Северной Осетии, историю Южной Осетии, тогда это как-то вот какое-то действительно разделение идет. А когда мы в одном учебнике истории Осетии рассматриваем пути двух частей, тогда это в любом случае уже учебник сам по себе, объединяющий фактор. Мы просто показываем вот наша Осетия, как развивалась потом. Предложение президента поддержал Мураджоев. Он предложил дополнить книгу «История Осетии» под авторством Бзарова-Блиева. Я считаю, что это очень хорошая книга, где Осетия преподносится как единое тело. Независимо от того, кто как сегодня думает, до конца 19-го века эта книга. Поэтому мое мнение таково, в свете нашей политики, на интеграцию Осетии, на представление Осетии как единое тело, дело вот сейчас в наших условиях политических, отдельно учебник Южной Осетии, там политически нецелесообразно. Поэтому мое мнение таково, все-таки вот эту книгу оставить как она есть, но в дополнение к ней, все-таки здесь югостинский материал не только, вот эти материалы, которые у нас есть, но что-то чуть расширить, отдельными пособиями изжать. Что касается 20-го века, в Северной Осетии там Южный Индарчинник, там учебник, называется «История Осетии», но там Южной Осетии практически нет. Вот историю Южной Осетии 20-го века, начало 21-го, мы бы могли сделать отдельно. Потому что все-таки 20-й век, к большому сожалению, уже от Тахищана здесь. Думаю, что можно было бы 20-й век отдельно делать. И потом уже республиканский период, то есть начало 90-х, да, вот где-то вот и общие тенденции к восстановлению, и это вот что там отразилось. Анатолий Бибилов поручил подготовить письмо и направить предложение северо-осетинской стороне. Есть совместная комиссия по развитию и сохранению осетинского языка, которая вполне может заниматься и вопросами истории, считает президент. История не должна быть разделена, отметил Анатолий Бибилов. Нам надо направить письмо как раз от вашего имени, Таймурас Русланович, что по этому конкретному вопросу по истории. И вы бы собрались, историки нашей северной части Осетии, южной части Осетии, и уже вы, может быть, к какому-то общему мнению пришли, как она, эта история будет изучаться до 20-х годов, когда Осетию разделили, как она будет изучаться, когда они были разделены, но в составе общей нашей родины Советского Союза, да. И уже после 89-го года, 91-го года, развала Советского Союза, и по сегодняшний день, вот это вот разделение, как оно пойдет, как оно будет изучаться, параллельно, как Южная Осетия шла, и как Северная Осетия шла, и так далее, и так далее. Вот это очень важный момент, я думаю. Издание книги слишком затянулось, но лучше еще доработать ее, чтобы получить хороший результат, высказал свое мнение президент республики. Более того говоря, о новейшей истории Южной Осетии предполагалось завершить книгу на событиях 2008-го года. Но с тех пор прошло 10 лет, изменилось многое. Было высказано мнение включить в учебники периоды истории с 2008-го по 2017-е годы отдельным разделом. Роза Тедеева, Александр Кочев, Тамерлан Кусраев, информационный выпуск «Сегодня». Руководители партии «Единая Осетия» и фонда раненых подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии. Соглашение предполагает оказание всесторонней помощи и поддержки. Подробности в репортаже от Церасы Кузаевой. Лидер политической партии «Единая Осетия» Алан Татавы, руководитель фонда раненых, ставших инвалидами в ходе боевых действий в Южной Осетии, Мадина Плева подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии. Мадина Плева выразила слова благодарности членам партии за проявленное внимание. В рамках подписанного договора фонду раненых партии «Единая Осетия» будет оказывать всестороннюю помощь и поддержку. По словам Мадины Плева, эту новость с большой радостью восприняли и члены фонда. Решением правления фонда было единогласно одобрено вопрос сотрудничества с Республиканской политической партией «Единая Осетия» о совместном проведении участия в мероприятиях, а также решении программных задач в интересах инвалидов, пожертвовавшись своим здоровьем. Алан Татав отметил, что все граждане Южной Осетии обязаны помнить и чтить тех, кто не жалея здоровья, жертвуя собой, принес нам свободу. Они вследствие боевых действий стали инвалидами, и по мере возможности общество должно выражать им поддержку. Нам, как политической партии, конечно же, расставлены цели, приоритеты в этом плане тоже. И уже продвижения идут, снимаются фильмы о героях наших. Мы хотим сейчас еще программу провести. И вот именно 1989-1992 год, вот это было самое ожесточенное, что были без оружия, без всяких этих противостояний, с такой армадой грузинской. Вот кто тогда выстоял, их надо всех осветить. Многие на сегодняшний день, конечно же, немножко забыты. Одним из этапов помощи, по словам Алана Таттаева, станет оказание медицинской помощи и отправка на лечение в лучшие медучреждения России. Также им будет оказана социальная помощь. Здравствуйте, Кузаева, Ацамаз Гоглоев. Информационный выпуск сегодня. Сотрудники комитета стандартизации и метрологии регулярно проверяют объекты торговли на соответствие требованиям ГОСТа. На сей раз в торговых точках продуктами питания нарушений выявлено не было. А в проверенных точках продажи ГСМ был выявлен ряд несоответствий. Регулярно комитет стандартизации и метрологии проверяет в объектах торговли измерительные приборы, в частности весы, которые должны быть утвержденного типа, внесенные в государственный реестр и с действующим свидетельством о проверке. А также проверяются заправочные станции на качество продаваемого бензина. Эти проверки ведутся как в городе, так и в районах республики. Выездная проверка в Завский район проводится контрольно-надзорным отделом Комитета стандартизации и метрологии. Проверяется соблюдение обязательных требований стандартов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Комитетом стандартизации и метрологии в рамках установленного законодательства проверили сертификаты, обеспечивающие безопасность продукции в защиту интересов потребителей, соответствуя весов требованиям ГОСТа. Если в объектах торговли продуктами нарушений выявлено не было, то в проверенных точках продажи ГСМ были зафиксированы нарушения. Проводится контроль качества бензина на соответствии с требованиями технических регламентов, октановому числу и моторному, и температуру. А и также в торговых объектах за состоянием применения средств измерения, то есть весоизмерительными приборами. Сегодня уже были случаи нарушения таких? В селе ХЦ при проверке бензина марки Ай-92 прибор не показал. Не соответствует предпринимателю или индивидуальному предпринимателю взять из оборота бензин или представить паспорт качества на бензин. По словам начальника контрольно-надзорного отдела Земфиры Джекаевой, некачественный бензин будет изъят из оборота. Также в течение 10 дней предприниматель должен прийти в Комитет стандартизации и метрологии. Вторая заправочная в центре поселка Дзаву располагается вблизи школы. Школьный двор всегда переполнен детьми, которые и не подозревают, что находятся в группе риска. По данным российских исследователей, токсичность воздуха вокруг автозаправок велика. Органические соединения, например, бензол, в разы увеличивают риск развития онкологических заболеваний. К тому же не соблюдена и противопожарная безопасность. Работники Комитета стандартизации и метрологии оставили предписания, которые должны быть выполнены в короткие сроки. Елена Газаева, Замат Кудзи, в информационный выпуск «Сегодня». В Завовском районе приступили к посевным работам. На земельных участках планируется посадить картофель. Кроме того, ремонтируются и меняются уличные освещения в поселке, а в некоторые села проводится водопроводная линия. Подробности в следующем материале. В Завовском районе начались весенние посевные работы. В этом году в планах администрации посадить картофель в селах ЦРУ, Эйдес, Эрман. Вселять ЦРУ силами районной администрации и сельхозуправления спахано 3 гектара земли. В Завовском районе богатая почва для того, чтобы получить хороший урожай. Как нам рассказал глава администрации Завовского района Урзмек Маккоев, большинство участков для посадки картофеля было вспахано осенью прошлого года, а сейчас их обновляют. Мы выбрали наиболее подходящие участки и подготовили их осенью. Сейчас работы возобновились. В ближайшее время на многих участках посадим картофель. Планируется также посадить картофель на участке, расположенном за школой-интернатом. Это большой участок земли долгое время не обрабатывался. Сейчас работники государственного унитарного предприятия Жилищно-коммунальное хозяйство Завовского района подготавливают землю для посадки картофеля. Послан директора школы Залины Головановой, это хороший участок, почва богатая. Этот участок тоже был выбран для посадки картофеля. Сейчас работники ГУБ ЖКХ подготавливают землю. Мне очень приятно, что район движется вперед. Этому событию жители села очень рады и выражают слова благодарности главе района за такое внимание. Большое спасибо главе района за его внимание. Жители села сами трудятся здесь. В ближайшее время посадят картофель. В селе ЦРУ ведутся и другие работы. Проводится водопроводная линия. Долгое время жители села страдали из-за нехватки питьевой воды. Эти работы начались осенью прошлого года. Был выбран наиболее подходящий участок для проведения водопроводной линии. Мы начали работы осенью прошлого года. Протяженность линии 5 километров. В прошлом году проложили 1 километр 800 метров в самом селе. Сейчас работы возобновились и в ближайшее время завершатся. Также силами ГУП ЖКХ ЦАУСКОГО района ремонтируются и меняются уличные освещения в поселке. На многих улицах поселка и близлежащих сел уличное освещение не работало должным образом. На некоторых улицах и вовсе не было света. Вечером по улицам невозможно было пройти, так как было темно. Огромное спасибо главе района и работникам, которые сейчас трудятся, за их внимание к жителям района. Планируется проводить работу и дальше, чтобы на всех улицах поселка и района было светло не только днем, но и ночью. Эльвира Дебилова, Ляна Тедейвала, Лариса Бетаева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня Всемирный день авиации и космонавтики. В честь этой даты в 12-й столичной школе был устроен интересный праздник. Учащиеся начальных классов соревновались в конкурсе на лучший рисунок, посвященный теме космонавтики. Компетентная жюри по достоинству оценила работы. Дети получили заслуженные подарки. Впечатлениями делится Тераса Кузаева. Каждый год в 12-й школе города Цхимвал, которая носит имя выдающегося космонавта Юрия Гагарина, с размахом отмечают Всемирный день авиации и космонавтики. Здесь все дети с 1 по 11 класс знают о первом полете в космос и сегодня с радостью делились своими знаниями друг с другом. Наша школа носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. И мы очень горды, что наша школа носит его имя. Мы хотим быть первыми, как он полетел первым в космос. Целую неделю в школе проходят мероприятия, посвященные дню космонавтики. Дети убрали территорию школы, посадили цветы, организовали выставку, учителя проводили тематические уроки. Завтра мы пригласили благоустройства, которые сделают нам именно подстригут деревья, а потом мы хотим вывезти скворечники, которые сами дети изготовили. Для детей также был организован конкурс. Они рисовали на асфальте. Все работы были посвящены теме космонавтики. Фантазии учеников были безграничны. Дети очень интересно изобразили космос. Я рисую космос. Мне очень нравятся звезды, планеты, Земля, ракеты, космос. В космической эстафете приняли участие учащиеся с первого по четвертый класс. И все они тщательно готовились, ведь каждый из них хотел отличиться оригинальным рисунком и принести победу своему классу. Конкурс жюри-сунков приняла участие. И об этом мне активно помогали дети. И мы надеемся, что жюри по достоинству оценит наш рисунок. В завершении конкурса жюри, посмотрев все рисунки, объявил имена лучших. И детям были вручены памятные подарки. Ребята основательно подготовились к конкурсам, особенно к конкурсу рисунок на асфальте. Они выбрали оригинальные цветовые решения. Также у них очень-очень оригинальные идеи. В этом году у них уровень высокий. Первый полет человека в космос связан для жителей Южной Осетии с именем Ахмата Гассива. Он руководил одной из групп, отправившихся на поиски парашюта Гагарина. И Гассиву, первый в мире космонавт, отрапортовал об успешном завершении полета. А на лентах многих информагентств в последнее время появилась информация о том, что осетинский космонавт Амиран Ханаев готовится к полету в космос. Он станет одним из трех членов экипажа космического корабля «Союз». Полет запланирован на май 2019 года. Здравствуйте, Кузаева, Олимбай ТФ. Информационный выпуск сегодня. Ну а далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 13 апреля. Субтитры предоставил DimaTorzok Переменная облачность, дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 7. В столице республики Вскенвале переменная облачность, небольшой дождь. Днем 18 градусов тепла, ночью плюс 8. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok